Вас удивляло когда-нибудь, что некоторые согласные произносятся не так, как пишутся? Казалось ли вам, что окончания слов как будто съедаются? Возможно, вы уже слышали что-то о звонких и глухих согласных. Всем привет! С вами Людмила и 7 минут русского языка с новомого. Сегодня мы продолжаем подробно ознакомиться с особенностями произношения звуков в русском языке. Сегодняшнюю тему посвятим категории «звонкости, глухости согласных» в конце слов. Некоторые согласные делятся на пары. Прежде чем начать произносить эти звуки, положите, пожалуйста, руку на эту область на шее. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Обратите внимание, что при каждом первом звуке пары мы чувствуем вибрацию. Давайте попробуем вместе произнести звуки первых букв. Б, В, В, Г, Д, Ж, З. А сейчас вторые. П, Ф, К, Т, Ш, С. Итак, вибрирующие звуки – это звонкие. Без вибрации – это глухие. Сейчас давайте выясним, почему для правильного произношения важно различать звонкий звук нам нужен или глухой. Посмотрите, пожалуйста, две формы одного и того же слова в единственном числе и множественном числе. Город, города. Видим, в обеих формах есть буква Д. Но давайте послушаем, одинаковые ли звуки имеет эта буква. Город, города. Верно, в первом случае отчетливо слышится на конце слова звук Т, во втором звук Д. Давайте возьмем другой пример с этой же буквой. Год, годы. Та же самая ситуация. Год – звук Т, годы – звук Д. Возможно, только буква Д имеет такую специфику. Следующий пример. Раз, раза. Похожая ситуация. В первом слове буква З потеряла свою звонкость. Раз. Слышим звук С. Раза. Звук З. Друг. Друга. Друг. Звук К. Друга. Звук Г. Итак, сегодняшнее правило. Любая звонкая согласная, находящаяся в абсолютном конце слова, произносится как глухая. Но как только после нее появляется гласная, она становится звонкой. Давайте попрактикуемся. Я говорю, а вы повторяете за мной. Начнем с согласный П. Зуб – зубы. Гриб – грибы. Клуб – клубы. Краб – крабы. Кебаб – кебабы. Способ – способы. Наша следующая буква – это В. Остров – острова. Рукав – рукава. Архив – архивы. Вызов – вызовы. Отзыв – отзывы. Пролив – проливы. Согласная «г». Пирог – пироги. Берег – берега. Друг – друга. Биолог – биологи. Юг – на юге. Снег – снега. Сапог – сапоги. Лемминг – лемминги. Согласная «д». Завод – заводы. Отряд – отряды. Обед – обеды. Наряд – наряды. След – следы. Гид – гиды. Выход – выходы. Буква «ж». Буква «ж». Гараж – гаражи. Кутёж – кутежа. Мираж – миражи. Муж – мужа. Мужа. Экипаж – экипажи. Пляж – пляжи. И последняя согласная в нашем сегодняшнем списке. Призы. Вниз – внизу. Дед Мороз – дед Морозы. Алмаз – алмазы. Эскиз – эскизы. Таким образом, иногда получается, что два разных слова обозначают совершенно разные вещи, но произносятся одинаково. Например, гриб и гриб. Несмотря на разное написание, конечный звук в обоих словах «п». Другой пример. Обед и обед – звук «ты» в обоих окончаниях. Глаз и глаз – звук «с». Рок и рок – звук «к». Мы познакомились со звонкими и глухими согласными и как они произносятся в конце слов. В следующем уроке мы продолжим с этими согласными. Рассмотрим их в другой позиции. А также узнаем кое-что еще. Я надеюсь, что это видео было полезным. Если оно вам понравилось и вы узнали для себя что-то новое, подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова